Всем большой привет! Наступила вторая декада апреля. Я собрала косметичку и хочу с вами ею поделиться. Совсем коротко покажу базу и фиксатор макияжа. База у меня остается от Evelyn, но так как уже было совсем на дне тубы, я перелила вот в такую клубничку и доиспользую уже отсюда. Видно, что здесь на дне совсем чуть-чуть, она такая розоватого цвета. И доиспользую за эти 10 дней. Если не хватит этой клубнички, то обязательно возьму новенькую базу. У меня есть от Evelyn, есть от Faberlic. Какую-то из них возьму и буду использовать. Ну и фиксатор остается Evelyn, Mark. Уже поднадоел изрядно. Но здесь еще его до конца месяца хватит. Возможно, даже еще и на май останется чуть-чуть. Но использую я его не каждый день. И не только потому, что забываю, а просто не всегда хочется вот эту вот клейкую основу на лице чувствовать. Мне кажется, в жару он лучше работал, потому что он если фиксирует, то получается макияж не должен потечь на жаре. Но я не пользовалась, потому что как-то в жару тоже рука не тянется. Думаешь, лучше бы тогда умыться, перекраситься, чем если у меня тут что-то как-то не так будет на лице. Ладно, все. Смотрим дальше. Лак, который я в эти 10 дней буду использовать. Последнее время я стала показывать всего один лак на 10 дней. Конечно, этого мало. Но зато благодаря тому, что я обновляю именно этим же лаком, заметен его расход. Сейчас я взяла Элвин Дор. Мне хочется этот лак закончить на самом деле. Вряд ли за 10 дней я его закончу. Но тем не менее, мне хочется его убавить. Потому что чем меньше остается в тубе лака, он начинает густеть. Этот еще не густеет, но тем не менее, мне не хотелось бы, чтобы с ним что-то произошло не очень приятное. Лак очень нравится. Он выглядит такой, как ракушка изнутри, только розовее. Но в любом случае, вот эта вот красивая какая-то жемчужная оттенок, да, жемчужный, он присутствует. Розово-голубой такой отлив. Тональное средство у меня было намешано. Мне хочется его доиспользовать, то, что здесь осталось. Осталось совсем чуть-чуть. Если так присмотреться, вот видно, что дно уже тут сверкает вовсю. Тональное средство хорошее намешало. Цвет мне подходит. И когда закончится, я продолжу от Max Factor. Кстати, основной ингредиент в этой смеси именно этот тональный крем. Оттенок Light Ivory SPF 20. Тут еще примерно половиночка. И буду продолжать его использовать. Очень слабая крышка. Всегда хочется взять за крышку. Но в итоге, видите, получается, вы просто снимаете крышку. Поэтому нужно осторожно всегда брать за сам флакон стекло. Поэтому такой достаточно тяжеленький, увесистый. Но работает хорошо. Тональный вообще без проблем. Если подобрать свой оттенок, который подходит, то это замечательное средство. Мне очень нравится. Отличное. Консилер до истрачу от Revolution и продолжу от Catrice. Покажу сейчас оба. От Revolution в оттенке C6. И здесь уже я вынула ограничитель. Опять же, если смотреть на свет, то... Не знаю, как вам... Ну, я думаю, все равно видно, что если даже по спонжу смотреть, он уже практически не пачкается. Почти весь чистый. Потому что надо кистью уже с самого дна вот собирать. А так остаточки прямо на самом-самом дне остались. Поэтому доиспользую его. И продолжу использовать вот из этой палетки от Catrice. Такая прямо вся боевая, заляпанная вся. Так, сейчас я возьму. Чем прикрыть зеркало, чтобы вам не светил фонарь в лицо. Вот здесь, смотрите, вот он консилер. Кремовый. Отличный консилер. Мне он нравится. Так, сейчас я куда-то не туда. Вот. И высветляет хорошо зону под глазками. И работает хорошо. Пудрой вот этой я пользуюсь. Она отличная. Ей также хорошо фиксировать вот сам консилер маленькой кистью. Единственное, я бы эту пудру использовала и большой кистью. Но здесь очень сложно набрать, не затронув соседние оттенки. Тем более рядом с пудрой, которая, ну, которой свойственно крошиться, ну, не крошиться, а пылить. Здесь рядом два кремовых продукта. Поэтому маленькой кистью осторожненько я его наношу, набираю. Вообще текстуры сухие с кремовыми вместе, вот на таком расстоянии. Это, конечно, не очень хорошо. Может попадать вот это сухое средство туда, куда не надо. Поэтому все время переживаю за это. Вот этот вот хайлайтер кремовый я использую как базу под тени. Отличная база. А вот этот хайлайтер с огромным удовольствием использую как хайлайтер. Потому что это очень красивое средство. Оно красиво смотрится, мне нравится. Не знаю, буду ли я в 10 дней эти использовать вот эти 4 оттенка. Но хочу как тени хотя бы один раз использовать вот эти 2. Мне очень нравится, как они работают как тени. Давайте вот сюда нанесу и покажу. Вот. Классно они работают, конечно. Ну и если уж последние оттенки, это вот тут румяна, которыми очень легко переборщить. И скульптор, который тоже надо осторожненько использовать. Вот так они выглядят. Это не основная палетка, поэтому она у меня, конечно же, будет под рукой, так как она из проекта Project Pen. Но в основном буду использовать другие продукты. Я их сейчас покажу. Пудра. Я вам в прошлый раз, сейчас я ее не взяла с собой, к сожалению, забыла. От Revolution банановую пудру показывала. Она все-таки от середины лета будет хороша до середины осени. Я постараюсь ее использовать в этот период, потому что она желтит кожу. То есть банановая пудра желтит кожу. Поэтому я взяла другую пудру и все 10 дней предыдущие использовала ее. Это не мак, это, естественно, подделка. Ну, не естественно, это подделка. Я ее в обычном магазине купила и покупала, не увидев даже, что здесь что-то написано. Просто понравилась коробка издалека. Я ее взяла. Пудра неплохая. Она тоже вот со своими, видите, да, какими-то минусами, какие-то тут как вкрапления. Но на лице работает она хорошо. Она не самого светлого оттенка. Но у меня и лицо не белоснежное, поэтому мне подходит. Но на самом деле, вот хочется ее, когда закончу, уже быть загорелой. Потому что следующий слой более желтенький. То есть, вот сейчас я попробую их его показать. Получится, нет. Мне кажется, все равно видно, да, что они разные. Вот этот более желтенький. Ну вот, даже оба, видно, они темноваты, да. И поэтому лицо такое чуть-чуть как будто бы загорелым выглядит. Но у меня на данный момент, мне бы хотелось эту пудру все-таки закончить тоже. Оба слоя. И верхний, и нижний. Но от Revolution получается еще темнее, которая банановая. Далее. На постоянной основе я беру палеточку от Stelary. В прошлые 10 дней она у меня была постоянной. И сейчас я ее снова оставляю. Мне хочется ее как бы вот в апреле использовать максимально. В мае я от нее буду отдыхать. Возьму что-то другое. Может быть, даже и на Catrice буду налегать больше. Но именно апрель, эту декаду и следующую, ну как и первую, я буду использовать, продолжать вот эту палетку. Видно, что скульптор у меня идет очень даже активно. Румяна тоже и хайлайтер идут активно. Но количество, которое нужно румяна и хайлайтера, конечно, не сравнить с тем количеством, которое на лицо нужно от скульптора. Скульптор закончится у меня в такой палетке, конечно же, первым. Румяна достаточно пигментированные. Скульптор очень классный. Если сравнить с предыдущими, то видно, какой активнее уходит. Вот этот. И ему скульптурировать приятно, потому что нет пятен. Не боишься переборщить, потому что немножко набирая, он распределяется хорошо. Если вот этот, например, оттенок, почему как тени? Потому что он может лечь прямо пятном, и это пятно не растушевать. Здесь такой ерунды не происходит, работает хорошо. Очень пигментированные румяна, поэтому я так думаю, что они будут последние уходить долго-придолго. Будут жить долго и счастливо. Ну, а эти вообще, мне кажется, невозможно уничтожить, потому что они еще пигментированней. Вот такая замечательная палетка. Я думаю, что за 10 дней за эти я хайлайтери увижу донышко. Ну, и буду продолжать использовать, чтобы убывало. Люблю эту палетку. Мне кажется, если бы вся косметика пропала, чтобы я первая приобрела для лица, это подобные палетки, чтобы вот такие оттенки присутствовали, потому что они классные, подходят. Оставила хайлайтер из Project Pen. Мне тоже хочется его доковырять до дна, и будет он и эту декаду, и следующую рядом со мной, как приложение к Stellar, потому что тут оттенок вот такой, а у Evo Mosaic, лунный свет, тут оттенок немножко другой. Тоже хочется мне найти донышко в этой палеточке. Давайте я сюда положу и покажу, что хайлайтер другой. И текстура немножко другая, и подсвечивание другое. Он белее, светлее, холоднее. Действительно лунный отблеск такой получается. И под холодный макияж я больше использую его, под теплый вот этот. И основная палеточка, как бы не хочется же постоянно, одним и тем же, да, весь месяц. Я взяла от Essence. Это Essence не германский, не немецкий, а чехия. У них в основном это номерная парфюмерия, и немножко есть косметики. Так, что у нас тут? Тут трио. Название. Очень все отсвечивает, поэтому попробую вот так. Так, это теплая палетка. Прямо такая она хорошенькая, тепленькая. Каждый день я ей не пользуюсь, но хочется ее тоже использовать. И в отличие от предыдущих палеток, она намного теплее. И здесь блестки. Во всех трех оттенках есть блестки. Это уже не скульптор, а бронзер. У них сыпучая такая, как песочная текстура. То есть вот, когда вы трогаете, ощущение, что вот как будто по песочку пальчиком водите. Вот так оно выглядит. И румяна здесь уже сверкалочка такая. Ставим сюда. Видите, у меня сегодня косметичка другая. В ней буду хранить косметику на этой неделе. Так, и последнее, наверное, что я беру для лица, это сверкалочка бронзер от Фаберлик. Не знаю, буду ли я им пользоваться. Еще, конечно, не сезон. Но рука уже подтянулась его достать. Так, вот здесь вот я его давайте нанесу. Вот такой бронзирующий эффект. Очень симпатичный. Обычно с середины лета до середины осени это у меня просто must-have, который должен быть все время под рукой. Вот такой продукт. Давайте я это сотру. Покажу вам быстро туши и карандаши. Так, все, что я взяла для лица, я вам показала. Надеюсь, ничего не забыла. Ну, если чего-то мне будет не хватать, конечно же, мы... Я, конечно же, я добавлю. Остается сыворотка Эвелин. Надо будет где-нибудь в серединке лета купить новенькую и поменять. Потому что этой уже будет больше полгода. Цветная тушь, которую сейчас буду активнее использовать, это Эйвон 5 в 1. У нее очень красивый цвет. И работает она очень хорошо именно с сывороткой. Кисть такая интересная. И продолжают работать мои три туши. Маленькие. Это Клиник. Клоранс. Ну, такой у нее аромат яркий, парфюмированный. Прямо ощущение, что уже вы накрасили час назад, а все еще чувствуете аромат. И Ланком. Три малышки. Они у меня из косметички в косметичку гуляют. Я ими активно пользуюсь. Но всех активнее сейчас, наверное, вот этой Клоранс. Использую. Мне кажется, она первую идет в пустые баночки. Потому что чаще я... Ну, так, чтобы по одной все-таки в пустые банки отправить в итоге, чаще налегаю на Клоранс. Карандаши для бровей от Фаберлик. Не знаю, есть ли они сейчас в каталоге или нет. Давно не смотрела. Даже когда листаю, как-то вот... Так как мне не нужно карандаш для бровей, я на них внимания не обращаю. Мне он нравится меньше, чем Ева Мозаик. Но в любом случае цвет не подходит. Он неплохо заполняет бровь. Но вот дорисовать бровь Ева Мозаик, ей прямо вот нет равных бы. Настолько классный. Активно для глаз использую всех больше вот этот карандаш Эйвен Марк. Какой-то там тропик, по-моему. Нравится. Прямо очень нравится. Он яркий. Мне кажется, я им буду еще все лето впереди использовать. И по слизистой хорошо, и по ресничному краю к черноте стрелочки добавить. Поэтому я беру лайнер. От Ревлона у меня наконец-то лайнер закончился. То есть он уже стал светлее, и два глаза не докрашивает. Я им еще, конечно, иногда мучаюсь, пользуюсь. Но уже у меня на его место... Так, неудобно я тут рисую. Вот, от Арифлейм. Но этим я тоже регулярно пользуюсь. Просто не показываю. Потому что он иначе высохнет, если вообще не использовать. Не использовать от The One черный лайнер. И взяла два всего карандаша в тенях. Тени в карандаше, вернее. Первый от NYX. Оттенок 02. Такой... Ой, вот он каждый раз так пытается выскочить отсюда. Но очень красивые тени. Вот так. Только сломался он там в самом низу. И поэтому каждый раз пытается выпрыгнуть. Но потихонечку он у меня убывает. И второй от Avon. Шоколад. Называется. Не знаю, есть ли он сейчас. Мягкий. Рисует прекрасно по теням. Цвет шоколадный, действительно. И с золотыми блестками. Чувствуется, что дело к лету. И уже что-то все яркое хочется. И красивое. Карандаши для губ покажу позднее. И, наверное, давайте я это сотру. И покажу вам тени, которые выбрала. Не просто так я зеркала прикрывала крышкой. Ну, вот картонный вот этой. Отзывал. Постоянно на столе. Использую с удовольствием. Это кремовые тени. Сейчас я зеркало снова закрою. Вот этот оттенок использую как самостоятельный в уголок, под бровь, так и как базу. А все остальные я использую как тени. И не всегда я их фиксирую сухими тенями. Они не скатываются. Они прекрасно находятся на глазках. По стрелочку внизу часто делаю вот эту сиреневую. Я почему сиреневые взяла тени? Потому что это очень красиво. Когда снизу вот такой перламутр, а сверху потемнее. Сейчас я вам покажу. Я не часто делаю сводчи. Но вообще сводчи вот у кремовых текстур делать, наверное, даже важно. Потому что снимаешь вот этот суховатый слой каждый раз. И они работают еще лучше. Вот поэтому не жалко делать. В сводчи это теням, наоборот, идет на пользу. Девочки спрашивали, если подсыхают, я капаю косметическое масло. Вот, например, вот в этот оттенок уже пора капать. Вот в этот я уже капала, который с краешку. Ну и беленький предпоследний скоро увидит. Вот даже когда трогаешь от тепла пальцев, тени как бы второе дыхание открываются у них. Беленький, рыженький, симпатичный. Тени очень нравятся. С ними макияж красивый. Ну и, как я сказала, у меня не скатываются. У меня веки сухие. Поэтому ни разу не было такого, чтобы скатались. И я далеко не всегда складку прохожу с сухой текстурой. Чаще просто остается так, как сделала из этих теней. Классная палеточка. Хотя я кремовые тени не люблю. Мне ее подарили Оксана. И я ей очень благодарна, потому что от The Balm тени оказались кремовые и замечательные. Базовая палетка, которую я беру, если нужно, вот прямо макияж без макияжа, это палетка от Essence. Это очень мною любимая палетка, потому что макияж получается восхитительный. Тут действительно прекрасная базовая линейка. Макияж получается очень симпатичный. Выглядит вот так. Я однушки опять не взяла. Я ими пользуюсь, но снова не взяла. Нет, в прошлый раз я взяла, но не показала. Пообещала вам в следующий раз показать. А сегодня уже не взяла. Но они у меня остаются под рукой. Соскучилась по палеточке от Vivienne Sabo. Лена мне дарила Кабаре. Премьер. Я не знаю, здесь есть ли какие-то оттенки. Но я думаю, что ее несложно узнать. Хотя, мне кажется, эти палеточки уже вывели у Vivienne Sabo. Вы посмотрите, какие оттенки. Я когда ее увидела, я подумала, что не может быть, что это Vivienne Sabo. Она у меня уже в косметичке была. Я ее оценила по достоинству. Классные получаются макияжи. Сейчас я вот здесь нанесу. И вы поймете, что это действительно восторг. И это Vivienne Sabo. Это бюджет. Сейчас Vivienne Sabo сделали красивую такую упаковку с ромашкой. Желтый цвет. Такая сбоку ромашка. Я палетку для лица все смотрю. Но цены у них поднялись. И палеточка для лица, по-моему, рублей 600 без скидок стоит. Но в любом случае, молодцы они в том, что стараются теперь как лимитированные что ли новиночки выпускать. Постоянные обновления делают. Но вот это именно очень удачная, у них здоровская получилась палеточка. Прямо каждый оттенок отличный. Нет ни одного промаха в этих оттенках. Все замечательные. Тут еще кисточка оказалась. Также взяла вторя этой палетки от Divash. Взяла потому, что здесь подобные оттенки, но светлые. То есть вот как раз если здесь очень много темноты. То есть вот у меня база получается. Это самостоятельно. А вот к этим не хватает чего-то. Так, тут есть оттенок, кстати? Нет, вот это старый. Дост. Стердаст. Как правильно-то? Какая тут звездная пыль, да? Тут прямо уже это вмятина хорошая. Вот в этом оттенке. Три оттеночка здесь. Таких вот. Как их можно называть? Фольга я их называю. Все. Они жуют века. Такие обычно оттенки жуют века. Но потом оно само разглаживается. Вот они какие красивые. Мне кажется, они очень дополнят вот эту вот темноту предыдущей палетки. То есть в этой палетке не хватает как раз по ресничному краю темноты добавить. И они друг друга отлично дополняют. Прямо то, что надо. Одна дополняет другую. И последняя палеточка, которую я беру, она тоже больше похожа на базовую палетку, как от Essence. Но она идет от Faberlic и чуть-чуть отличается. Вы посмотрите, какая красота. Действительно очень красивая. Здесь помимо вот этих четырех оттенков, есть еще пудра и румяна. Я ими буду пользоваться тоже. Пудра-то, по-моему, темновата сейчас. Да, темновато. А вот румяна-то тут отличные. Просто отличные. Вот такие. И они сатиновые, как я люблю. Так, вот этот оттенок закреплять в базу. Вот так вот этот очень красивый. Я вот здесь нанесу. Но этот не видно, естественно. Давайте я его даже не буду тут пытаться. Без него будет красиво смотреться. Вот. Вот такие три оттенка. Ну и четвертый, как пудра. Можно было четвертый вообще что-то тоже сделать яркое. Потому что вот закрепить базу можно и пудрой. Она почти не отличается от этого оттенка. Так, сюда. Все. Вроде бы все. Остались только помадки. Давайте еще разочек покажу тени. Какие меня будут радовать эти 10 дней. Стираем. И будем смотреть помадки. Очень люблю момент, когда надо собирать косметичку. Я получаю такое удовольствие от таких сборов. Нравится. Люблю у других смотреть косметички. Мне надоедает. И свои собирать. Я могу даже пересматривать. Как свою, так и чужие косметички. Вот настолько мне нравятся подобные ролики. Что я даже свой воспринимаю. Как будто взгляд со стороны. Ну, как будто я чей-то смотрю ролик. Не свой родной. Так, что ж. Смотрим. Это сюда. И будем смотреть помадки. Из помад стойких. Я беру. Так, сейчас я тут под рукой все положу. Оставляю с прошлого месяца от Релуи. Бархатный финиш. Оттенок 0,9. И оставляю, потому что я ей не воспользовалась на самом деле. Поэтому хочу оставить на следующие 10 дней. Она подсыхает и становится такой симпатичной. Тут, конечно, уже пробелы. Самой помадки. Но хочу я ей все-таки попользоваться. Помаду беру The Balm. Оттенок. Такой милый рыжик. Может, это и блеск для губ. Я не знаю. Но, так как достаточно плотное покрытие, я воспринимаю как помадку. Еще одна помадка тоже от Релуи. От Комплимент. Тринадцатый номер. У меня с этой линейки три оттенка. 10, 13, 15. Красивая она. Она застывает немножко. Будет такая матовая. Также беру от... Так, кто ты у нас? Веттен Вайлд и Е126. Оставляет тинт на губах. Такой, как бальзам-помада. Красиво смотрится на губах. Я с карандашиком люблю носить. И обновляю я обычно уже либо блеском для губ, либо каким-нибудь бальзамчиком. От Эйвен блеск для губ. Он у меня в проекте Project Pen. Видно, что здесь он убывает потихоньку. Не буду показывать оттенок, потому что их сняли с производства. Мы с вами, скорее всего, не увидим оттенок. Нет, даже если увидим, мы его нигде найти не сможем. Так. Розовые блестки. База такая с рыжинкой. И малиново-розовые блестки. Даже так вот видно. Какой красивый цвет. От Жан-Мишель. Оттенок тут не видно уже. Но я думаю, что сейчас и не купить такой блеск. Он мне нравится тем, что выглядит тоже как помада. Посмотрите, как плотно ложится. Очень красиво. Тепленький оттенок. Освежает очень даже лицо. Придает какую-то девчачесть. И последний блеск. Очень много в этот раз я взяла блески помады в каких-то футлярчиках. От Maybelline. Горячо любимый. Этот оттенок 003. Я хотела бы еще приобрести 004. Потому что если этот как блеск для губ, то 004 больше выглядит как помадка. А этот просто прямо блеск для губ обновить губки. Я люблю этот блеск наносить на карандаши. И сейчас покажу вам два карандаша. Они у меня оба в проекте Project Pen. 202 это Floor Mar. Вот на него очень красивый этот блеск. Пытаюсь ровненько нанести. Вот так. И на него блеск смотрится очень симпатично. И второй карандашик. Не буду показывать. Там его номер. Потому что уже я все там постирала. Вот они два. Оба хорошо работают, как матовая помада на все губы. Обоими пользуюсь именно так. И обновляю блеском. Чтоб не подсушивало кожу губ. И последние помадки уже. Помад я взяла всего 5 штучек. Ну всего, да. Уже полную руку нарисовала. И вот всего. Очень люблю помаду от Tom Ford. Когда я вам показывала носибельную помаду. У меня прям рука чесалась ее тоже взять. Но под описание пыльной розы она не подходит. Вот здесь номер. Наверное, там видно, да. Посмотрите, какая красота Лера мне подарила. За что просто колоссальное спасибо. У нее светло-розовый. То есть это не пыльная роза. А в персиковый немножко уходит оттенок. В рыжинку. Но он восхитительный. Мне так нравится, как это сидит на губах. И ношу я эту помаду как раз вот с этим вот карандашиком. Мне нравится, как он оттеняет контур. И вот эта помада идет прямо восхитительно. Они вместе работают. Смотрятся очень красиво. Беру помаду от Биоси. Тут, наверное, тоже какой-то очень мелкий есть номер. Вот так она выглядит симпатично. Сестренка мне подарила ее. И на губах она как блеск такой. Тоже как блеск для губ. Ложится красиво. Влажненький такой финиш у нее получается. Ну и вы видите, футляр какой симпатичный. Лена прекрасная. Елена дарила мне от Катрис. 170 номер. Металлический такой симпатичный футляр. Цвет уже летом пахнет. Такая фуксия. И тоже влажная помадка. На губах хорошо себя ведет. Совершенно ничего не сушит. Красивая носибельная. От Катрис также беру матовую помаду 0,30 оттенок. Она... Давайте покажу поближе. Как выглядит. Как бархат. Куда ее? Давайте вот здесь попробую нанести. Вот так. Видно, вот это первое уже подзастыло. Вот это матовое подзастыло. И вот это будет матовое. То есть матовых сильно много. Тоже не хочется на 10 дней брать их. Много не надо. Под маску-то. И последнее от Color Trend. У меня помадка будет. Вот такой вот спокойный оттенок. Когда яркие глазки. То она будет вот Tom Ford в рыжинку. А это в розовинку. Вот они обе. Которые будут. Одна более теплый макияж. Когда вторая прохладный. Ну вообще за день я меняю помады не один раз. Обновляю. Либо обновляю той же. Но чаще у меня получается заменить помаду. И бывает такое, что макияж теплый. А вот ну хочется мне холодненького. К помадке добавить. И бывает, что даже не соблюдаю какие-то там... Ну, тональности вот эти, да. Вот, смотрите, какие красивые помадки. Тут и блески, и матовые, и темные, и светлые, и яркие, и бледные. Взяла специально разные. Потому что у меня в этот раз и тени прямо во все стороны цвета. Единственное, что я не взяла, это зеленые оттенки. Я по ним хочу соскучиться. Очень часто я делала зеленый макияж в прошлые 10 дней. И мне он, честно, поднадоел. И хочется что-то сиреневое, какой-то синевы добавить. И я думаю, что впереди именно вот, судя по карандашикам, да, фиолетовый и голубо-синее, что-то такое будет у меня рулить. Ну, фиолетовое и сиреневое, я думаю, чаще, потому что мне оно больше нравится. Это вся косметичка на вторую декаду. Третья декада будет у меня очень скромная. Там у нас косметичка перед отчетом Project Pen будет экспериментальная. Всего по минимуму. Поэтому я так думаю, что надо в эти 10 дней разгуляться, насладиться и в полной мере попользоваться продуктами. Спасибо большое за внимание. Надеюсь, со мной было интересно. Всем хорошего настроения. И всем пока!